Приветствую тебя, путник! Так, я, наверное, не буду рассказывать про банальности, типа, если мы это, юзаем первый скилл, можем делать телепорт, ну, делай телепорт, друг мой, а, он не делает на фонтане, все правильно, то есть отсюда мы не можем юзать дабл телепорт, кто не знает, будете знать, видите, если я юзаю дабл телепорт, он не работает, потому что я уже на фонтане, так вот, это все банально, это все знают, также можно и блинк юзать во время первого скилла, это все дерьмо. Мы поговорим про другое, что работает во время первого скилла на врагов, в частности, если мы прочитаем описание, там написано, во время первого скилла мы крутимся и наносим удар с руки только зданием и вардам, да, давайте проверим, вот я кручусь, вот я прислушался, да, ударов нету, удар он не наносит, проверим теперь на зданиях, Ну, по идее, вальвы написали правду, вот вы видите, да, удар по зданию идет, именно идет, заметьте, удар с руки, не от первого скилла, потому что там магический урон, и магический урон на здании не работает, мы бьем именно с руки во время вертушки и именно здания и варды. Но дота, она не была бы дотой, если бы здесь не было миллиарды багов, и сейчас мы будем это тоже рассматривать с вами. Теперь, мы не бьем во время крутилки, но при этом срабатывает множество эффектов. Так же и накладываемые дебафы на врагов, в частности, ну, я уже выкидываю, давайте, ТП, он нам не нужен. Смотрите, мой урон, да, с руки, то есть урон минимальный, чтобы вы понимали. Хорошо, берем три рапиры, сейчас будет удар посильнее, да, да, вот теперь удар посильнее будет. Допустим, очень много здесь предметов, но самый такой идиотский вариант это сабля, сабля, да, это сабля. Мы используем вертушку, и сабля работает, друг мой, но урон не наносится никак с руки, и при этом нет никакого двойного урона. То есть, предмет активируется, но он абсолютно бесполезен, и мы его выкидываем. Я просто показал, что он активируется, то есть он типа работает. Ну, дезолятор, это понятно, что дезолятор накладывает дебаф. Вот я кручусь, накладывается дебаф, дебаф. Я специально дал Свену Худ, чтобы он меньше принимал магического урона и больше именно ударов. Все, понятно, что дезолятор накладывает дебаф. Башер тоже работает, то есть и башер, и МКБ. Видите, срабатывает баш. Казалось бы, да, мы не должны его бить с руки. Карл, какого хрена, почему он срабатывает баш? Потому что это дота, это дота, уникальное создание просто. Мы еще вернемся к башу, да? Да, к башу мы еще вернемся. Майлсторм, великолепный предмет, тоже срабатывает во время нашей крутилки. Это очень, кстати, хорошо. И заметьте, нужно не просто крутиться, да? Нужно начать крутиться и нажать на цель. Только так он типа бьет цель. Хорошо. Выкладываем Майлсторм, тоже далеко не будем выкладывать. Потом, что у нас еще есть? У нас есть Бладборн, смотрите. Бладборн, новый предметик. Здесь вообще отдельная история. Использую вертушку, Бладборн. И типа срабатывают криты по 2000, вы видите, да? Но они не срабатывают. Но не так все просто. Урон все же увеличивается. Потому что Бладборн увеличивает входящий урон на 30%. Давайте мы это проверим. Теперь проверяем. Без него. То есть у нас просто есть рапиры, которые сейчас не работают. Крутилка атакую, смотрим. Ну я просто нажму на стол, смотрите. Все. 240 примерно. Давайте я выложу худ, потому что он слишком быстро будет регениться. Слишком быстро. Вот, так будет лучше. Еще раз пробуем. Все-таки худ был лишний. Поехали. Проверяем. То есть я нажму на стоп ровно тогда, когда закончится крутилка. Все, я жму стоп. 1760. Все правильно, я уже проверял. 1760. Пробуем Бладборн. Хорошо, допустим так. 1600. Я по-моему с руки ударил разок, да? Ну-ка давайте еще раз. А, там еще дополнительный урон сработал в конце. Давайте еще раз попробуем. Так, давай, давай, давай. 1750. То есть он не работает. Все правильно. То есть, когда мы используем Бладборн, мы видим типа криты там по 2000, но урон никак не увеличивается. То, что там было меньше хп, это потому, что уже сработал дополнительный урон. Вот вы видите, да? Он срабатывает в конце действия этого предмета. Он нам уже не нужен. То есть опять, это как сабля. Предмет активируется, имеет визуальный эффект. Там криты по 2000. Но это полный бред. Диффуза. Кстати, диффуза это один из лучших вариантов, потому что они работают... Ну, работают все время. Вы видите, да? Я сжигаю маны. Ману сжигаю. Еще я заговариваюсь. Я сжигаю ману каждый удар. Также, смотрите, друзья мои. Мы можем... Ну, то есть мы бьем с руки во время вертушки. Правильно? При том, что мы не должны бить с руки. Самое забавное, что если мы увеличим скорость удара, мы чаще будем бить вертушки. Вы понимаете, к чему я? Или, если мы купим перчатку, или лучше всего муншард. Я покупаю муншард. Смотрите теперь. Давайте даже сравним. Ладно, сравним еще раз. Сравним. Я опять нажму на стоп и глянем, сколько мы нанесли урона за это время. Ну, я думаю, визуально вам будет видно. 1607. Теперь пробуем с муншардом. Вы увидите сейчас визуально разницу. Ведь он постоянно терпиот. Было 1607. Смотрим. 1500. То есть на 100 больше урона только потому, что мы увеличили скорость удара. Напоминаю, удар в вертушке. Точно так же это будет работать, если, например, мы используем башер. У нас есть шанс за одну вертушку сделать два раза баш. Первый раз. Ну, нет, не второй. Еще раз пробуем. Должно повести. Но это примерно процентов 70. Вы видите, он откатывается, да? И вот, и сработал второй раз. То есть примерно... Ну, довольно часто такое бывает. То есть процентов 70-80, что сработает два раза за вертушку. Два раза, Карл, за вертушку. Это неплохой результат. Так же и Майлстором. Тоже шикарно заходит, потому что у нас будет очень часто молнии. Постоянно будут молнии. Вот вы видите, да? Три молнии. Нет, мало. Еще раз. Ну, здесь зависит от случая к случаю. У меня было до пяти молний в поезд за одну вертушку. Ну, еще раз давай. Но, но... Здесь уже зависит от вашего визития. Но в любом случае мы увеличиваем скорость удара. И молнии будут выпадать чаще. Я надеюсь, что вы узнали что-нибудь новое. Да, я уверен, друзья мои, что вы узнали что-то новое. В комментариях напишите, что вы думаете про это. И, может быть, я что-нибудь упустил. Какой-нибудь еще интересный предмет. Какой еще? Давайте попробуем. А, нет, я уже здесь все пробовал. Да. Ну, в любом случае пишите в комментариях, если я что-нибудь упустил. Продолжение следует...